Шмар, Исраэль, Адонай, Эллоэйну, Адонай, Эхад Хорошо, друзья, еще раз шаббат шалом И, вы знаете, я, когда выходил на эту сцену, вдруг чего-то почувствовал, что вот девятый год я уже выхожу к кафедре, но по-любому испытываю легкое такое вот волнение перед этим делом. Я думаю, что проповедники меня понимают, и казалось бы, что уже пора привыкнуть, но нет, все-таки есть какой-то мандраж. Поэтому я вот благодарю жену, она за меня молится, когда я стою у кафедры. Слава Богу! Хочу поделиться сегодня с вами посланием. Мое послание называется «Неудачник ли я, или Бог смотрит на тебя по-другому?» И в современном обществе, даже христианском, достаточно часто наша жизнь или наше служение, оно может оцениваться со стороны других людей. И вы знаете, что на фоне этой оценки, а может быть на фоне нашего личного суждения о своих достижениях, мы начинаем считать, или можем начинать считать, что в нашей жизни что-то складывается не совсем правильно. Иногда мы можем прийти к такому состоянию, что мы начинаем считать где-то себя даже неуспешными или неудачниками. Но эти суждения порой бывают ошибочными, потому что Божий взгляд, он совершенно отличается от человеческого взгляда. И те обстоятельства, в которых в человеческом глазах они считаются неудачами, в Божьих глазах они могут считаться шагами к успеху, шагами к твоему успеху. И для начала давайте рассмотрим две интересные библейские истории. И первая история произошла у Вод Меривы. Я думаю, что все вы хорошо знаете эту историю, она связана с Маше, великим Божьим человеком, который сыграл ключевую роль в истории израильского народа. И история эта записана в книге чисел в 20 главе со 2 по 12 стих. Она начинается словами. И не было воды для общества, и собрались они против Маше и Аарона, и воздроптал народ на Моисея. Обычная история. Если что-то не так, то виноват кто? Виноват Реба и еще служителя. Но виноват Маше и Аарон. Обычная история. И свое большое Фе надо кому высказать? Конечно же им. Зачем вы вывели нас из Египта? Там были смоковницы, там были финики, там было все хорошо, там было все так прекрасно, а тут даже воды нет. Что делает Маше? Маше, естественно, он идет к Господу с Аароном, и они вопрошают Бога, что делать нам в этой ситуации? И Бог говорит им, вы скажите слово этой скале, и она даст вам воду. Я прочитаю вам, что происходило дальше. Это с 10 стиха. И собрал Маше и Аарон народ к скале, и сказал он им, послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду? И поднял Маше руку свою, и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его. И сказал Господь Маше и Аарону, за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою предачами сынов Израилевых, не ведете вы народа сего в землю, которую я даю ему. И читая эту историю, мы с вами прекрасно понимаем, что в принципе Маше поступил неправильно. Конечно, нам иногда кажется, что вердикт Бога был достаточно такой жесткий и серьезный, но он суверенен в своем решении. Он суверенен, это было его решение. Но давайте посмотрим на эту историю с вами глазами народа. Они захотели в пустыне воды. Нет воды, они хотят воды, это нормальное желание. И великий Божий человек Маше очередной раз для них являет чудо. Если мы внимательно читаем эту историю, то увидим, что народ, он не знал о вердикте Бога, потому что Бог говорил о своем вердикте непосредственно Маше и Аарону. Народ не знал, что Маше не ведет и Аарон в их землю. И в глазах народа это был успех. У них была скала, из которой человек Божий произвел воду. Аллилуйя! Воистину Маше он Божий человек. И Бог Израиля с нами. Потому что в пустыне из скалы произведена вода. И в глазах народа это была очередная победа. Но в глазах Бога это был промах. Мы можем видеть, что есть кардинальное отличие от человеческого и Божьего взгляда на успех. Следующая история. Она связана с апостолом Петром. И эта история нам тоже очень хорошо известна. Вы помните, как Иешуа предсказал пред своей смертью о том, что Петр три раза от него отречется. Помните, Евангелие от Матвея 26-34. Иешуа сказал ему, истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречется от меня. Так и произошло. Петр таки три раза отрекся от Иешуа. И смотря человеческим взглядом, можно сказать, что это, конечно же, была неудача Петра. Так о нем, скорее всего, думали и его современники. Ведь никто из них тогда не знал, что это Петр, тот человек, которого Бог наделит быть главою церкви. Это мы с вами знаем, потому что у нас есть Писание. Но когда Петр отрекался, они смотрели на него, как на Петра, одного из учеников Иешуа. Но Бог смотрел на Петра по-другому. Петр вообще очень интересная личность. Если смотреть на него человеческими мерками, то он вообще был неудачник по жизни. Помните? По воде пошел, начал тонуть. Услышал от Иешуа, что ты маловерный. Потом Иешуа берет его вместе с учениками на гору, чтобы он молился в тяжелое время. Он с учениками спит себе спокойненько. Что? Да. Он единственный из учеников, кто отговаривал Иешуа от мессианской его миссии искупления народа. Вы помните? Никто не отговаривал, но он один отговаривал Иешуа. Но при всех этих неудачах Бог не смотрел на него, как на неудачника. Помните, когда Иешуа воскрес, он не упрекал Петра за его ошибки. Он говорил в Евангелии Атеана, вы помните, что он ему сказал, 21 глава, 16 стих. «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему так. «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя?» Иешуа говорит ему, «Паси овец мой». И так три раза. Он задавал три раза ему вопрос, несмотря на все эти неудачи Петра. Он говорит, «Паси овец мой». Друзья, взгляд Бога на неудачи совершенно отличается от взгляда людей. Равнозначно и взгляд, его взгляд на наши успехи, он тоже отличается от взгляда человеческого. Поэтому Иешуа в Евангелии от Луки, он сказал такие очень интересные слова. 13 глава, 29-30 стих. «И придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в Царстве Божьем. И вот есть последние, которые будут первыми. И есть первые, которые будут последними». Нам кажется в жизни, что может быть кто-то более успешный, чем мы. Кто-то может быть более успешный в жизни, а кто-то более успешный в служении. Может быть, кто-то более духовный. Но Бог говорит, что мы очень удивимся, когда придем на небо, потому что первые по человеческому разумению будут последними и последними первыми. Нам предстоит удивиться, потому что только Он один, Он знает, кто каким будет. И у нас, как я сказал, к сожалению, бывает неправильное представление об успехе и неправильное представление о себе саму. Очень часто мы наши неправильные какие-то ожидания проецируем на себя и на других тоже. «О, мы смотрим, эта церковь большая, значит, она успешна. А эта церковь, пять бабушек, значит, она неуспешна. «О, опять начатое мною служение пришлось закрыть. Я, наверное, неудачник». Или «О, опять он не справился с служением, он не очень хороший лидер». Или «Посмотрите на этого брата, как он классно проповедует». Ему даже не надо конспект, он вышел. Я вот лично всегда удивляюсь, когда проповедник выходит и 45 минут без конспекта. «Оп!» Думаю, вот это да, вот это круто, уровень, вот это круто. А мы смотрим, думаем, а я и двух слов порой связать не могу. И что ж такое, почему так? И мы можем начать чувствовать себя неудачниками или смотреть на других людей подобным образом. Мы даже можем с вами порой обижаться на Бога, говоря ему, «Почему ты не дал мне тех талантов, которые есть у других людей? Но, друзья, Бог дал тебе все таланты, которые нужны для тебя, чтобы ты мог исполнить свое личное призвание на все 100%. Он позаботился о тебе и дал все необходимое, чтобы ты это сделал. И твой успех, он зависит не от человеческой мудрости и видимых успехов, от твоего усердия в преображении в образ Ешоа-Мессии и исполнении того, что Бог определил тебе исполнять. И Рав Шауль, понимая это, говорит о нас, чтобы мы не мыслили мирскими мерками, а смотрели на себя Божьими глазами. Это 1 Коринфянам 1 глава 26-29 стих. Посмотрите, братья, кто вы призваны. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое миро, чтобы посрамить мудрых, и немощное миро избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное миро, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Аминь. Аминь. Бог избрал незначащее мира, и поэтому мы не имеем с вами хвалиться, когда мы чего-то достигаем, потому что подобным образом мы забираем хвалу, которая принадлежит Богу. Также мы не можем с вами считать себя какими-то ущербными или неудачниками, потому что есть Божий замысел в том, чтобы через немудрое Божье посрамить мудрое человеческое, мирское. Но должен все-таки сделать, друзья, оговорку, чтобы мое все-таки послание, оно было сбалансированное. Конечно, нам в своей жизни необходимо проводить определенную оценку себя из своего внутреннего состояния. Мы должны заглядывать в свое служение, насколько мы посвященно это делаем, насколько мы горим для того, что мы делаем. Не делаем ли мы это, чтобы показаться перед людьми, или мы делаем это для Бога от чистого сердца. Это важно делать. Об этом пишет Священное Писание. И мы читаем, как Рав Шауль говорил Тимофею в первом послании, 4 глава, 16 стих, «Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Мы должны, друзья, уметь признавать свои ошибки. Мы должны уметь признавать свои промахи. Мы должны не бояться, даже перед людьми сказать, «Я был неправ, я здесь поступил неправильно, я мог сделать это лучше, но у меня не получилось». Это важная часть. Мы должны уметь правильно оценивать себя. И занимаясь устройством церкви, мы также должны производить анализ, чтобы что-то изменить, что-то исправить, чтобы наше служение, оно было слаженнее, чтобы мы двигались стройнее, чтобы мы приносили большего плода для Царствия Божьего. Но при этом еще раз скажу, друзья, что наша оценка, она никогда не должна быть критической. И мы не должны вешать ярлыки неудачника друг на друга и на какие-то служения, или на какие-то действия. Мы не имеем права вешать этот ярлык. Так как же нам правильно смотреть на себя и на окружающих. Когда-то давно я прочитал книгу одного американского проповедника. Кажется, это была книга Рика Джойнера «Последний поход». Если я не ошибаюсь, но мне что-то кажется, что это она. Автор показал две судьбы совершенно разных людей. Может быть, кто-то из вас ее читает. Я уверен, что кто-то читал эту книгу. И первым героем был пастырь одной большой церкви. Очень хороший человек. Служитель, посвященный, который всю свою жизнь посвятил для служения Богу, для служения людям. Он родился в каком-то там поколении верующим. Родители дали ему 100% любви. Он родился в действительно верующей семье и получил многое от родителей. Он закончил духовную семинарию. Он проучился, вырос и был действительно посвященный человек. Он очень любил людей. Он очень любил церковь. Он очень любил Бога. И получается, что автор рассказывает, как к нему в церковь ходил один человек. И он, этот человек, он был постоянно как-то неопрятно одет. И все. И он после собрания он раздавал визитки около церкви. И пастырь, он не судил его. Но где-то в своем сердце он говорил, ну, почему он все-таки не оденется как-то, может быть, лучше, чтобы, ну, все-таки мы, христиане, должны как-то, ну, быть более, как бы выглядеть. И у него были такие мысли. Вторым героем был один бомж. Он, получается, этот бомж, он родился в семье алкоголиков. Депилист с детства. Он с детства жил на улице, питался на улице. От родителей он вообще не получил никакой любви. Он просто вырос на улице и таким изгоем, обиженными жизнью, людьми. Его люди всячески пинали везде. Потом он уверовал в Бога, но его жизнь не смогла как-то преобразиться быстро. Единственное, что он сделал, он собирал бутылки, он перестал употреблять алкоголь, он собирал бутылки и делал визиточки, и раздавал рядом с церквью после собрания. И вы знаете, жил он в коробке на соседней улице, вот где-то там около церкви. И получается, была одна морозная ночь, и к нему в коробку, которая была размером для одного человека, попросился второй бомж. Пришел пьяный, совершенно грязный, в ужасном состоянии алкоголик, и говорит, пусти меня, мне холодно, я замерзаю. Этот верующий бомж, он пустил его в место своего жительства, сам влег в его ногах, и наутро его нашли от того, что он замерз. Просто замерз насмерть. Замерз насмерть. И трагическая история. Но знаете, автор описывает финал этой истории и показывает, что вот этот вот бомж, на небесах, он был в тронном зале рядом с Ишуа, по правую руку от него. Пастырь тоже был в этом зале. Он был, но он был немножко дальше, чем этот бомж, он был ближе. И автор говорит, вы знаете, почему? Я задал вопрос Богу. А почему так? Он говорит, пастырь получил 100% любви. И 99% любви он отдал. Он отдал 99,9% любви, но в своем сердце он где-то вот этого бомжа посмотрел на него неправильно. Бомж имел 1% любви. И он этот 1% любви исполнил на все 100%. Он положил свою душу за другого человека. И это очень поучительная история для нас. Во-первых, нам необходимо понять, что оценивать успех человека будет только Бог. Один Бог, Он имеет объективные факты для этого. Мы же сообразно Его волей для нашей жизни не имеем права судить других людей. Во-вторых, мы можем не до конца знать контекст жизни окружающих нас людей. Мы не до конца знаем, что происходит в сердце. Мы не до конца знаем, что происходит в жизни, во внешних обстоятельствах, во внутренних обстоятельствах. Поэтому, когда мы смотрим на наш взгляд, на неудачи других людей, мы не имеем права оценивать их, потому что может быть объективная причина их действий. Обстоятельства могут действительно слаживаться так, что они поступают именно таким образом. И есть этому объективная причина. Также нам следует понимать, что на пути исполнения нашего призвания мы обязательно встретимся с обстоятельствами, которые будут сильнее нас. Но нам важно делать то, что мы можем делать. С чего же начинаются проблемы неправильной оценки друг друга и себя, которые приводят к мысли, что я успешнее других, или к мысли о том, что кто-то не успешен. В первом случае, когда мы начинаем оценивать один другого, думая, что я успешнее других, виной всему является тщеславие и гордость. Также здесь может быть неправильное понимание Божьего оправдания. Это тоже очень важный момент, потому что зачастую люди думают, что перед Богом они оправдаются своими какими-то поступками. Давайте откроем Евангелие от Луки, 18 глава, 9-й, 14-й стих. Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других следующую притчу. И тут интересно, что не написано, как люди уничижали других. Не написано, что это было в открытую, не написано, что это было в сердце. В сердце таким образом понятно, что для Ишуа неважно, каким образом человек это делает. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей стал молиться, молился сам в себе так. Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую час из всего, что приобретаю. Мытарь же стоял вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но ударяя себя в грудь, говорил, Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданный в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Друзья, когда мы начинаем считать, что наша жизнь или наше, может быть, служение Богу, оно успешно и достойно награды, то мы в какой-то степени ставим себя в позицию этого фарисея, который считал, что по закону дела привели его к успеху. Он считал, что я делаю многие правильные вещи, и поэтому я успешный человек. И тогда мы начинаем сравнивать себя, как правило, с другими людьми. И делаем мы, знаете, почему это? Потому что самоправедность, она нуждается всегда в возвышении над кем-то. Она нуждается в этой подпитке, что я выше кого-то. Но настоящая праведность, которая основана на оправдании от Господа, всегда будет понимать, что моя жизнь всецело зависит от Бога и подаваемой им благодати. Ну, конечно, еще моего решения, потому что мне надо делать правильный отклик на эту благодать. Но пока Бог не подаст мне эту благодать, я не могу отвлекнуться. Мы очень часто думаем, что мы можем делать какие-то правильные вещи, и это я делаю. Но это благодать Божья во мне делает это. Потому что, по сути, каждый из нас лучше бы сидел дома и ничего не делал, занимался своими личными делами, но Дух Божий, Он побуждает нас сделать. И вопрос уже нашего отклика, откликаемся ли мы на это или нет. Поэтому мы должны с вами служить всегда, стремясь к награде и похвале от Бога, уповая на то, что Его благодать поможет мне быть достойным этой награды. Его благодать, она поможет мне быть достойным этой награды. Также нам очень важно понимать, что одной из ключевых помех в жизни в упомании на Божью благодать является удовлетворение нашими успехами. Когда мы успокаиваемся и говорим «Вау, да я молодец!» приходит состояние успокоения и мы уже как бы становимся неспособны откликнуться на Божий призыв, а Бог может взять и повести нас дальше, чтобы мы делали больше, чтобы мы послужили и в той сфере, и в той сфере. Если мы начинаем себя считать успешными, то нам будет очень непросто научиться всецело полагаться на Бога. Нам будет тяжело принять, что оценка нашего успеха принадлежит только Ему. И Рав Шауль, понимая это, он в 1 Коринфянам 4 главе в 4 стихе писал «Ибо хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь, великий Божий апостол, он понимал, хотя он смотрел на свою жизнь и говорил, что вроде все нормально, но он говорит «Судья мне Бог». Только Бог он будет судить наши дела. Только один Бог. Во втором случае, когда я начинаю думать, что я неудачник, проблемы начинаются с момента, когда мы начинаем сравнивать себя с другими людьми. Делая это, мы с вами, друзья, становимся на тонкий лед, который обязательно провалится, потому что вокруг нас всегда будут люди, которые имеют способности лучше, чем у нас, которые будут делать какие-то вещи лучше, чем мы. И в Писании есть одна история, тоже интересная. Я словил себя на мысли, что я говорю, вот одна интересная история, хотя в Писании все истории интересные, но так, есть одна история. Она происходила с тем же неудачником, ну, мы понимаем, что он не неудачник, с тем же неудачником Петром. Она обращает наше внимание именно на эту сферу жизни человека. События развиваются после воскресения Ишуа Мессии, когда Ишуа сказал Петру посеявец моих. Мы сегодня читали с вами уже эту историю, и это продолжение ее. Иоанна, 21 глава, 18-22 стих. Ишуа говорит Петру, истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил куда хотел, а когда состаришься, то простешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет куда не хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И сказав себе, говорит, иди за мною. Что же делает Петр узнав для себя такую вот не совсем приятную новость? Петр же обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Ишуа, и который на вечере преклонившись к груди его, сказал, Господи, кто предаст тебя? Его увидев, Петр говорит Ишу, Господи, а что он? Да? Я узнаю, что будет со мной, а я говорю, не, 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 давай об этом. А что он? Что же мы видим? Петр, он переводит свой взгляд себя на Иоанна и начинает сравнивать свою жизнь, ну, или оконцовку своей жизни с оконцовкой жизни Иоанна. Ишуа говорит ему, если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною. Другими словами Ишуа говорит, что ты сравниваешь себя с Иоанном, ты иди за мною. И сегодня Дух Божий со страны священного Писания говорит каждому из нас с вами, что ты пытаешься сравнивать себя с другими. У тебя есть твоя судьба, у тебя есть твои таланты, у тебя есть твое призвание, которое ты должен исполнить, что тебе дать Него, что тебе дать других, ты иди за мною. Так Бог призывает нас, чтобы каждый из нас шел за Богом, несмотря на окружающих нас людей. Хочу обратить наше внимание еще на один важный момент, чтобы мы правильно понимали принцип Божьей оценки человеческих достижений, чтобы мы имели с вами правильный взгляд на свой труд в Господе и на труд окружающих нас людей. Давайте рассмотрим еще одну притчу, которую говорил Машех. Это Евангелие от Матвея, 20 глава, с 1 по 16 стих. Я не буду читать ее полностью, перескажу ее кратко. Один хозяин виноградника, он вышел рано утром и начал нанимать людей на работу себе. Он пообещал каждому, кто будет у него работать, один динарий. Потом он выходит в третьем часу дня, нанимает людей, в шестом часу опять нанимает, в девятом часу опять нанимает, в одиннадцатом часу опять нанимает, в конце рабочего дня он собирает всех и каждому из них выдает по одному динарию. Тогда те, которые были наняты рано утром, они начали роптать на господина, считая, что они сделали больше, чем другие. На что хозяин ответил очень интересно и лаконично. С тринадцатого стиха я все-таки прочитаю. Он же в ответ сказал одному из них, друг, я не обижаю тебя, не за динария ли ты договорился со мною, возьми свое и пойди, я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе, разве я не властен в своем делать, что хочу, или глаз твой завислив от того, что я добр, так будут последние первыми и первые последними, ибо званых, много званых, а мало избранных. Друзья, только Бог один, Он будет оценивать нашу жизнь. Его взгляд на наш труд и на наши успехи и на наши неудачи, Он кардинальным образом отличается от человеческого. Мы должны с вами понимать, что только Он один, Бог и Судья, который имеет право это делать и что только Он один может дать объективную оценку нашим жизням, нашему служению, любому нашему действию. Только Он может это сделать, потому что Он знает мотивацию нашего сердца, Он знает настоящий контекст нашей жизни, Он знает наше духовное, эмоциональное, физическое, душевное, Он всего, Он знает полностью, какие мы и что внутри нас. Ведь я скажу так, что мы такие уникальные с вами существа, друзья, что у нас получается обманывать не только окружающих нас людей, мы еще себя сами хорошо очень обманываем. Мы можем обманываться сами, думая, что все как бы вау, или наоборот быть в состоянии, что все очень плохо, хотя смотришь, человек говорит, что у него все плохо, а у него вроде нормально все, делает какие-то вещи, но мы такие уникальные, у нас есть такие способности, что мы и себя обмануть умеем. Для Бога же наша жизнь, она открыта, она всегда как на ладони, поэтому мы должны учиться в своей жизни иметь правильный взгляд на себя и на окружающих нас людей. Прежде всего нам надо научиться всецело полагаться на Божью благодать, понимая, что Ишуа Мессия, а не мои достижения, делают меня праведным пред Богом. Жить всегда, помня, что только Он один, Он один смог оправдать меня, зная, что я в своей жизни потерплю множество неудач и множество поражений. Он по-любому это делал, потому что Он знал, что в этих неудачах, которые кажутся неудачами для тебя, ты преображайся в Его образ, чтобы быть как Он, быть подобным Ему. Друзья, к нашему сожалению, мы не всегда можем знать и понимать полную картину Божью. мы можем понимать не до конца полноту замысла Божьего для нашей жизни. Мы можем не до конца знать, нам кажется, что на данном этапе что-то у нас не получается, но Бог может нас просто перенаправлять куда-то. Бог может что-то менять внутри нашего характера, что-то делать с нами, чтобы пустить нас по своей воле. И нам может показаться, что мы потерпели неудачу в какой-то сфере нашей жизни, но это на первый взгляд неудача, она может быть путем к твоему призванию или путем твоей победы. И заканчивая свою проповедь, я хочу рассказать еще одну историю, но это история уже из моей жизни, в которой вы принимали активное участие, потому что моя жизнь связана с общиной, я в этой общине родился, и все, что я проходил в своей жизни, я проходил не сам, и прошел благодаря тому, что Бог был со мной, и вы были со мной, Бог дал мне такую прекрасную семью, таких хороших друзей, и многие из вас знают, что в 2008-2009 году у нас в общине был реабилитационный центр, и я был руководителем этого реабилитационного центра, но из-за болезни мне потом пришлось, ну как бы не мне, а нам, из-за моей болезни пришлось потом этот реабилитационный центр закрыть, и мне пришлось отказаться от этого служения, я вспоминаю этот момент, когда я пришел к Рэбе, говорю, Рэбе, я не могу, Рэбе говорит, ну что же, если ты не можешь, если ты не можешь, ну заставлять же человека никто не будет, я просто не мог, вот я не знаю, это было физическое, эмоциональное, но было состояние, что я не мог, и если смотреть человеческими глазами, то это по сути неудача, и я скажу, что я так и думал, долгий период времени я думал, что это мой провал какой-то, это моя неудача, но я скажу вам, что это неправда, правда в том, что в течение года мы смогли послужить десяти человеком, в этом правда, я скажу, я не забуду никогда две ночи, вот Татьяна Гулько, она свидетель этому, что когда в моей жизни был критический момент с болезнью, у меня лимфоузел был под легким, с левым стороны, с кулак, и вот этот лимфоузел, он перекрывал артерию, передавливал, и я просто задыхался, две ночи критические были, и я скажу вам, что эти наркоманы, эти алкоголики, они вместе с моей женой стояли на коленях две ночи подряд, и молились Богу, веря, что Бог, Он силен что-то изменить, веря, что Бог, Он целитель, веря, что Бог, Он всемогущий, они просто верили Ему, потому что если человек не верит, он не может этого делать, он может, ну, помолиться пять минут, десять, но они верили, и они делали это, друзья, я не знаю судьбу многих из них, я скажу сразу, они рассеялись по лицу земли, но я знаю судьбу одного брата, это Сережа Микертичев, и я помню, я познакомился с ним на староконов, он подошел ко мне, попросил похмелиться, я рассказал ему, что есть другая жизнь, что Бог может дать ему свободу, и он был первым человеком, кто пришел к нам на реабилитационный центр, он прошел всю реабилитацию от начала до конца, но когда он вышел в мир, у него не хватило сил устоять, не хватило, он упал, опять ушел в алкоголь, но знаете что, что когда в его жизни пришел критический момент, он пошел на реабилитационный центр, потому что он искал спасение у Бога, он пошел на другой реабилитационный центр, где примирился с Богом, и вскоре умер, и смотря на это, я скажу вам, что я готов еще раз потерпеть, что-то начать, и быть в этом неуспешным, чтобы спасен был хотя бы один человек, мы не знаем, как Бог использует нас, возможно, он использует тебя для какой-то одной цели, какой-то есть его замысел, и он тебя берет, вводит во что-то, чтобы потом вывести, но он это делает, мы должны полагаться на него, при этом, друзья, я скажу, что то, о чем я говорил, мы должны уметь правильно смотреть на себя, мы должны уметь правильно оценивать себя, мы должны правильно заглядывать внутрь своего сердца, мы должны смотреть на себя, Божьими глазами, и я не знаю, может быть сегодня, кто-то здесь на этом месте, есть в таком состоянии, что ему кажется, что в его жизни все не складывается, может быть, я не знаю, может быть, ты потерпел очередную неудачу, может быть, ты пытался что-то сделать, организовать какой-то проект, или служение, или начать какой-то бизнес, но у тебя ничего не получилось, а может быть, ты смотришь на себя, как на неудачника вообще по жизни, потому что люди очень часто говорили тебе, что ты такой, Бог смотрит на тебя по-другому, если в центре твоей жизни, Бог, ты не неудачник, человек, в центре жизни которого Бог, он не может быть неудачником, он может проходить какие-то определенные ситуации, он может проходить по пути, ища своего призвания, но он обязательно успешный, потому что он обрел самое главное, это мир с Богом, главнее этого нет ничего, это его спасение, а если ты спасен действительно, если ты имеешь отношение с Богом, то он обязательно будет проводить тебя через твои неудачи, чтобы привести тебя к твоему успеху, Бог называет тебя успешным в себе, если мы посмотрим на Ишуа, человеческим взглядом, как на него смотрели фарисеи, учителя закона, руководители духовные, народа, вы помните, как они подходили к кресту, и что они говорили, что сними себя, спаси себя, и человеческим взглядом, он неудачник, но мы знаем, что он прославленный царь, и все он притепел для того, чтобы мы с вами, на которых этот мир, может быть, смотрит, как на неудачников, были успешны в нем, и только он, и один он, он делает тебя успешным, только он, и один он, он будет оценивать твой успех, если люди говорят твою жизнь, что ты неуспешный, не слушай, слушай Бога, который сказал, что у меня для тебя есть будущее, и надежда, при этом, заглядывая в себя и в Писание, так поступая, и себя спасешь, и окружающих тебя, и заканчивая проповедь, я хочу помолиться, друзья, помолиться вместе с вами, я хочу призвать всех нас к покаянию, кому надо покаяться, может быть, мы смотрели неправильно на других людей, это достойно покаяния, а может быть, мы смотрели неправильно на свою жизнь, и поверили обману врага, который сказал, что ты неудачник, он пришел, прикрепил на тебя на спину, этот ярлык, и говорит, ты неудачник, если мы в это поверили, нам надо так же в этом покаяться, я хочу еще раз призвать нас, посвятить свою жизнь, для служения Богу, чтобы это служение, в первую очередь, оно основывалось на том, что наша жизнь, она преобразовывается, в образ Ешоа Мессии, и мы жили уже не для себя, но для блага других людей, я хочу призвать нас в молитве, чтобы мы ожидали ободрения, не от человека, хотя по человеческому разумению, нам и это надо, мы люди, но чтобы мы жили, ожидая похвалы и награды от Него, давайте мы встанем на наши ноги, и помолимся, Аллилуйя, Авинуша Бешимая, Отец Небесный, Святый Бог наш и Царь наш, мы благодарим Тебя, за то, что Ты Духом Святым на этом месте, Боже, мы благодарим Тебя, за то, что каждого из нас, Ты призвал в чудный свой свет, Ты избавил нас из власти, мы и вел в Царствие Свое, в том, что Ты, мы благодарим Тебя за то, что Ты сделалась успешными в себе, Господь, тот шаг, который мы единожды сделали, шаг навстречу Тебе, это наше самое успешное решение, самое успешное действие, и мы благодарим Тебя за это, Господь, но мы люди, Боже, я хочу просить прощения, если я смотрел неправильно на другого человека, и, может быть, где-то оценивал критически его жизнь, думая, что он неуспешен, Господь. Боже, прости меня, я просил у Тебя обращения уже, за то, что я смотрел на себя, как на неуспешного человека, сравнивая себя с другими. Господь, я отрекаюсь от человеческого мышления и пленяю свои помышления в послушание Тебе, Господь, чтобы мыслить Твоими глазами, мыслить Твоими мерками, Господь. Я вновь и вновь сегодня посвящаю свою жизнь Тебе, чтобы служить Тебе, ожидая награды и похвалы от Тебя. И я верю, Боже, в Твою благодать, которая поможет мне это сделать. Благословенное имя Твое. Я благословляю Тебя. Субтитры создавал DimaTorzok